Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Ковид-19 нанес серьезный удар по сфере развлечений. Многие артисты отечественного шоу-бизнеса жили новогодними корпоративами и концертами, однако в этом году все иначе. Массовые мероприятия сейчас под запретом, а выступать перед небольшой аудиторией можно лишь до 23 часов ровно. Многим артистам пришлось отменять выступление, а популярная певица Валерия даже была вынуждена отказаться от серьезного предложения. Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин рассказал, что всю праздничную ночь певица должна была работать. У Валерии был запланирован частный праздничный концерт, за который ей предложили 8,5 миллионов рублей. Однако от денег пришлось отказаться. В городе, где планировалось дорогое мероприятие, запретили все выступления после 23 часов ровно. Муж артистки рассказал, что они поступили благородно, вернув всю сумму, хотя половину могли оставить себе. Продюсер упомянул, что раньше обсуждать что-либо еще не было смысла, так как певица уже была занята. Сейчас же они готовы рассматривать другие предложения и работать в самую ожидаемую ночь года. Напомним, многие звезды пошли на уступки в связи с ситуацией. Известно, что Ольга Бузова и Сергей Шнуров, например, снизили стоимость на свои частные выступления. Однако новогодняя ночь, безусловно, является самой дорогой в году. В разговоре с Риафан Иосиф Пригожин сообщил, что считает это оправданным, так как артисты лишают этого праздника себя ради того, чтобы приехать на частное мероприятие к чужим людям. Так принято во всем мире. Это не русские придумали, отметил он. В последнее время Пригожин часто жалуется на бедственное финансовое положение и подчеркивает, что артистам нужна помощь государства. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok